Так, друзья, я обещался и рассказываю. Возможно, это кому-то поможет. То есть, bad trip. Все боятся bad tripa. Потому что он так кошмарит людей, что они не выдерживают и начинают там выходить окна, еще что-то, да? И они начинают всякой хренью заниматься. Но ты должен запомнить, если ты уже окунулся в грибы, ты должен помнить у себя внутри сделать такую связку. Если ты уже туда окунулся, то ты уже реально героический человек. Потому что ты взял, и самое страшное, что в этой жизни есть, если ты, конечно, не болван, который просто тупо решил обожраться грибов, не зная, для чего это нужно, то ты просто тупой герой. Вот. Поэтому, если ты это осознанно делаешь, ты должен запомнить, что у тебя внутри должно быть такое ощущение и понимание, что когда ты окунулся в грибной трип, не только грибной, айваска, растения учителя, чего угодно, у тебя уже есть шанс в этой жизни прервать круг. Понимаешь? Именно в этой жизни ты можешь уже прервать круг. Если ты продолжишь. Если ты решишься эту жизнь закончить, ты просрешь ее. Ты просто ее просрешь. Но вот этот шанс, он уникален. шанс обратиться к растениям учителя и эту жизнь продолжить, и продолжить ее героически, продолжая это, это гигантский шанс и колоссальная возможность. И ты должен для себя знать, жизнь прекращать нельзя. Ты уже туда прошел. Ты уже смог. Твоя задача ее продолжить. И с каждым трипом тебе будет становиться легче. легче, легче, легче. И в один прекрасный момент они закончатся. И у тебя будет чистый трип. Без всяких бэттрипов. Ты будешь чистым сознанием. Это как тренировка, тренировать мышцы, как тренировать сознание, как тренировать что угодно. Ты тренируешь себя. И ты должен помнить, это уникальный шанс оказаться на этой земле. Это необычная земля. Ее курируют два божества высших. И это очень необычное место. Туда очередь. Не просри эту очередь. И ты должен помнить, что если ты окунулся и обратился к растениям-учителям, они тебя вытащат. Только ты должен это сделать не один раз, а несколько раз. И может быть даже много раз. Они тебя вытащат. Они помогут. Расскажу про Трип. Про Бэт Трип. У меня он был... Потом мне сказали, что у меня его не было никогда. У меня было распознание. Я расскажу, и возможно, кому-то это поможет. Ум он людей кидает в кольцо времени, в петлю времени. И фильм Сансара, посмотрите, сериал с деревянка, да? Сансара называется. Такое ощущение, что его сняли по Трипу. Возможно, так и есть. И там события прокручиваются назад. День назад идет. И у людей говорят, что вот эти вот Трипы могут затягиваться. Там он длится несколько часов, да? Но ощущение, как будто прошло несколько дней. То есть, да, действительно, ты можешь оказаться в какой-то жизни, как будто она бесконечная, да? А на самом деле это там несколько секунд сло. Это как в фильме Начало тоже. То есть, здесь секунды, а там прошла жизнь десятилетия в более глубоком сне. Вот. И так, что смотрите, что? Вот этот Трип, Бэт Трип, это ум пытается зацепиться за тебя. Он понимает, что им приходит пиздец через грибы. И он боится расстаться с твоим сознанием. То есть, он пытается боиться потерять тебя. И он начинает цепляться, цепляться за ужасные события, за ужасные какие-то моменты. Он за них цепляется. И особенно, когда ты закрываешь глаза, в этот момент, когда глаза закрыты, ум прям зацепляется. Я это увидел в втором трипе, о, не втором, четвертом. Ум, когда ты закрываешь глаза, он прям как ноготочками такой пытается зацепиться у меня. И таким образом я пытался, у меня уже после третьего трипа не было эго, и я в четвертом трипе хотел нырнуть в смерть. Я пытался ум зацепить, ноготочком поддеваешь что-то плоское, и не можешь зацепиться, как пленку какую-то, скотч ноготочком. Здесь то же самое, ты пытаешься так зацепиться, это у меня. А тут он не то что зацепится, он тебе события целые прокручивает. И твоя задача что сделать? Эти события сконцентрироваться на них, на этой жопе, и усилить внутренним своим сознанием эти события усилить и постараться их раскрутить. Если у тебя работает визуализация, это все офигенно, у меня визуализация с детства хреначит. И ты прям берешь представляешь и начинаешь раскручивать вот это вот событие. Раскручиваешь, раскручишь, их нужно раскрутить. И настолько их нужно раскрутить, чтобы эти раскрученные события, как, знаешь, раскручиваешь, раскручиваешь, как вот ты берешь палку горящую. Наверняка же все в костром играли и ночью, палку берешь, раскручиваешь, и она превращается в сплошное кольцо. и тебе вот эту палочку нужно раскрутить, когда она создаст целое кольцо. И тебе надо ее вот так раскрутить, раскрутить, быстро, 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 и она так и сливается, и эго умирает. вот, что делает Бэт Трип. Он зацикливает твои психотравмы, твои ужасы, твою жопу, которую ты создал за всю свою жизнь, да? Он все это хватает, он за это хватается, создает тебе ужас. Там сущности такие все такие орут, и они пытаются не умереть. зацепиться. А тебе нужно вот это все, весь этот ужас, если ты себя осознаешь внутри, его нужно взять и раскрутить, прям раскручиваешь весь этот ужас, в кольцо его закручиваешь, 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 закручиваешь в кольцо. И когда ты его раскрутишь, и он превратится в точку, как палочка, вот эту, которую я говорил, да, когда ты из огня вытащил палочку ночью и крутишь ее, она превращается в кольцо. И когда она превратится в кольцо, она потом схлопнется, превратится в точку, и эго умрет. Вот такой метод я могу рассказать, который я испытал и испробовал на себе. И для меня он был прост, потому что я видел ум, как он начинался, как он хочет начаться, как он через закрытые глаза пытается проникнуть. Глаза открытые, он не может проникнуть. Глаза закрыл, и он такой пытается зацепиться. Это он в четвертом трипе у меня пытался зацепиться такой. Я его видел, но там не зацепляться уже. То есть, я даже не мог его зацепить, чтобы смерть эго еще раз почувствовать. Нечему было цепляться, и я так и не смог. Я его пытался, пытался раскрутить, там нечем было уже раскручивать, нечем было цепляться. Но у меня там другой опыт показали, про который я расскажу. Вот. И вот это, чего боятся все люди. Они боятся именно вот этого вот бэттрипа. Потому что там показывают ужас. Это можно, кстати, весь этот ужас почитать в книге, в тибетской книге мертвых. Там описываются ужасы-ужасы. Но помни, что твой ужас, он будет твой индивидуальный. Там описываются всякие ведические ужасы, да. Но твой ужас будет состоять из твоих ужасов. Потому что они... Вот все, что ты можешь представить, все, что ты знаешь за всю свою жизнь, да. И это все будет обращено против тебя. Потому что у каждого свой индивидуальный ужас. И нету никого вне, который тебе это создает. Ты сам себе создаешь этот ужас, этот кошмар. И ты являешься носителем своего ужаса и своего внутреннего ада. Ты им и являешься. Ты сам себе создашь эту жопу. Поэтому я рекомендую микродозить обязательно. Ум разгонит всю шелуху, мелочь, да, которая тебя еще будет поддрачивать. Тебе охладит ум. Ум у тебя немножко остынет. И ты начнешь видеть мысли. Ты начнешь видеть тишину. Если ты внимателен. Ты начнешь видеть другие процессы. И ты будешь готов к погружению и увидеть Бога. Реально. Это реально. Нереально это здесь, пока ты не осознан. Пока ты не видишь, что здесь и там это одно и то же. Нету мира там и мира здесь. Здесь мир и там мир. Это одно и то же. Нету разницы. А пока ты отделяешь то, называя галлюцинацией, и здесь, называя реальностью, ты в галлюцинации. Потому что нет галлюцинаций. Их не существует. Существует только твое непонимание твоего мира. Твое непонимание твоего мира. Твое непонимание мира. Ты ни хера не понимаешь. Пока ты разделяешь то от этого. Не существует галлюцинаций. Нету. Их нету. Это бред. Пока ты это считаешь, ты в галлюцинации. Ты и сам являешься галлюцинацией. Тебя нет. Осознавай себя. Практикуй все. Практикуй осознанность. Практикуй концентрацию. Все практикуй. Это все приведет возможно к пробуждению. Ты можешь этим заниматься десятилетиями. И возможно оно к тебе придет. У меня после концентрации то есть у меня это пришло только через десятилетия. Моменты пробуждения легкие такие. Они пришли почти через 20 лет. И может быть даже больше потому что в детстве А, да, какой? Это еще больше. Это получается 30 лет. Так что ты можешь заниматься дрочкой. А можешь испытать и спробовать растение учителя. И будет пробуждение тут и сейчас здесь быстро. А можешь заниматься дрочкой. Как говорят у меня друзья. Ну что ты сам не мог? Попробуй сам. Посиди десятилетия. Потом посиди и в следующей жизни десятилетия. Потом в следующей посиди в позе в любой. Можно раком. Вот. И возможно тебе повезет. А возможно нет. А здесь быстро и просто. Но оно не совсем просто. Оно просто говорится просто. Но на самом деле это круто. так что смотри мои видосы и смотри вот как я рассказываю про то, что возможно я рекомендую это избежать тяжелого беттрипа. То есть как его преодолеть. Возможно эта методика сработает. Я не знаю. я не проверял это. Те друзья которые ко мне обратятся мы с ними будем проверять это. Обязательно. То есть мы обязательно эту инструкцию используем. Попробуем ее использовать. так что так же друзья кто может помочь в развитии канала чем угодно. Даже своими лайками. Вот эти лайки и комментарии они тоже бесценны. Потому что они помогают в продвижении канала. Когда много лайков когда много комментариев у меня идет минимальная какая-то монетизация и идет продвижение канала. А если кто-то поможет финансово я только за и только благодарности мои. У меня есть все реквизиты под видео. Трепуйте микродозните микродости но будьте аккуратны изучайте материалы. просто так ничего не делать. Продолжение следует... Продолжение следует...